Взяли ДНК. У Аргунова родители взяли и у меня. А потом я же узнала, что должно быть два свидетеля, как берут ДНК и плюс заключение экспертизы, идентификации этого. У меня ничего нет. То есть я не знаю, было ли на самом деле или не было. И они мне сказали, что ДНК ваша уже есть в базе данных. И так как поступают ребята, не идентифицированные, если вдруг повезет, он всплывет и тогда признают его. И вот так они месяц то везут, то груз потеряли, то в Белгород, то в Ростов. И я нашла папу Аргунова, который командир взвода. Хороший папа, мы до сих пор с ним общаемся, он перезванивает. И поставили им посмертно, что 26-го. Я говорю, так 27-го же сказали утром. Он говорит, ну не знаю, поставили 27-го. И когда брали ДНК, я же начала теребить, где мой сын. Дайте мне хоть что-то о нём. Если вы утверждаете, что он погиб, ну почему нет официального заключения? И они поехали во второй раз собирать вот эти, как я сказал, фрагменты. То есть не тело там, ничего, просто фрагменты, остатки этого. И они искали вокруг этой машины, сказали, что это было дополнение этих фрагментов ДНК Аргунова. То есть Вадима там вообще нет. Я говорю, может, вы его потеряли? Ну скажите, что потеряли. Ну я всё пойму, я сама пойду, найду его. Нет. И я была в субботу в части. В части Рафаминска? Да. И замполит сказал, что мы стараемся делать хоть что-то, чтобы дать ему статус. Я говорю, статус мне не нужен. Мне не нужен без вести пропавший. Или третьего не дано. Я говорю, я не успокоюсь. Если надо, я дальше пойду. Я говорю, я буду на всё идти, лишь бы найти сына. Сегодня я, как обычно, звоню в Министерство обороны. Спрашиваю, говорю, я ищу сына. Такой-то, такой-то, оттуда, оттуда. И оператор сказал, что мы вам сегодня перезвоним. Я говорю, вы мне перезвоните с 5 марта. Вы мне обещаете, обратной связи нет. Он говорит, я вам обещаю, что мы ему перезвоним. Я говорю, хорошо, я жду. И прошло, наверное, часа 2 или 3. Перезвонились в Министерство. И сказали, что, говорит, ваш сын жив, с ним всё хорошо. Его нигде в списках нет. История была, что Вадим был в наводчиках. Он стрелял в врагов. И в него попало. Потом, когда начала я уже всё узнать, они уже по-другому всё сказали эту историю. Что он был внутри машины. Где это происходит всё? Изначально они сказали, что в Сумах. Потом я стала искать информацию. Сказали, что это Черниговская область, город Прилуки. Ну, это вообще приличное расстояние. Я разговаривала с двумя его сослуживцами. Они так сказали, что они там переночевали 26 число. Они там где-то переночевали. И пошли на Киев, как сказал один. Через Чернигово они пошли на Киев. И заехали в лес. А там были срубленные деревья. И там была засада. Они первый раз попали под острел. Они обошли этот острел. А там уже куда их... Я так понимаю сейчас, что их загнали туда. Под другой острел, там, где было более жёстче. И там вот такие потери. Хотя, опять же, информация разделяется. Одни говорят, что это был ночью острел. Другие говорят, что это было днём. Жавелин этот прилетел, снаряд в машину, в экипаж. Ргунов погиб, который командир взвода. И якобы в один. Там в этот же велик, там несколько кубов тысяч метров газа. То есть даже тела нет. Потом взяли днк. У Аргунова родители взяли и у меня. А потом я же узнала, что должно быть два свидетеля. Как берут днк. И плюс заключение экспертизы. Индификации этого. У меня ничего нет. То есть я не знаю, было ли на самом деле или не было. И они мне сказали, что днк ваша уже есть в базе данных. И так, как поступают ребята, неиндифицированные. Если вдруг повезёт, он всплывёт и тогда признают его. И вот так они месяц то везут, то груз потеряли. То в Белгород, то в Ростов. И я нашла папу Аргунова, который командир взвода. Ну, хороший папа. Мы до сих пор с ним общаемся. Он перезванивает. И поставили им посмертно, что 26-го. Я говорю, так 27-го же сказали утром. Он говорит, ну, не знаю, поставили 27-го. И когда брали днк, я же начала теребить. Где мой сын? Дайте мне хоть что-то о нём. Если вы утверждаете, что он погиб. Ну, почему нет официального заключения? И они поехали во второй раз собирать вот эти, как он сказал, фрагменты. То есть не тело там, ничего, просто фрагменты, остатки этого. И они искали вокруг этой машины. Сказали, что это было дополнение этих фрагментов днк Аргунова. То есть Вадима там вообще нет. Я говорю, может, вы его потеряли? Ну, скажите, что потеряли. Ну, я всё пойму. Я сама пойду, найду его. Нет. И я была в субботу в части. В части Рафаминска? Да. И замполит сказал, что мы стараемся делать хоть что-то, чтобы дать ему статус. Я говорю, статус мне не нужен. Мне не нужен без вести пропавший. Или третьего не дано. Я говорю, я не успокойся. Если надо, я говорю, дальше пойду. Я буду на всё идти, лишь бы найти сына. Сегодня я, как обычно, звоню в Министерство обороны. Спрашиваю, говорю, я ищу сына. Такой-то, такой-то, оттуда, оттуда. И оператор сказал, что мы вам сегодня перезвоним. Я говорю, вы мне перезвоните с 5 марта. Вы мне обещаете, обратной связи нет. Он говорит, я вам обещаю, что мы ему перезвоним. Я говорю, хорошо, я жду. И прошло, наверное, часа 2 или 3. Перезвонились в Министерство. И сказали, что, говорит, ваш сын жив, с ним всё хорошо. Его нигде в списках нет. Вы считаете, что эта война нужна России? Я не знаю, нужна ли, кому она вообще нужна. И можно ли это войной вызвать. Я просто начинаю сейчас изучать историю афганской войны, чеченской войны. Почему каждые 20-25 лет происходит война? Зачем? И она аналогична тем и сейчас. Там срочники, там дети. И они первым же ходом туда идут. Для меня это непонятно зачем. Эта война вошла в каждый дом, в каждый. Включая двух сторон. У всех боль одинаковая, у всех слезы одинаковые. Но не знаю. Я одного не понимаю. Если вот как в Афганистане, как в Чечне, там не знаю, там всех деталей, подошли бы к бойцу и спросили, хочешь заработать денег? То есть ты готов ради жизни своей, ради этих денег рискнуть? А им даже права выбора не предоставили. И как ребята говорят, просто нас ночью посадили в машину и вывезли. Они даже не знали, куда. Если бы вы знали, куда он едет, вы бы его отпустите? Конечно. В смысле, я бы отвоевала его дальше. Я тогда, когда он сказал, что они поедут на учение, я тогда уже с ним разругалась. И я сказала, я этот контракт разорву. Он мне сказал, что поздно. Возможно, как он говорит, я же тебя знаю. Возможно, поэтому он молчал, не говорил мне ничего. Если бы он мне сказал, соответственно, его бы там не было. В ту же минуту бы не было. Самое обидное то, что они не отвечают за свои поступки. Ты обращаешься, они просто руками разводят. И когда изначально мне сказали, что когда закончится война, потом, возможно, Следственный комитет пойдет еще раз на то место и, возможно, там будут останки Вадима. Я говорю, ну, у вас же есть очевидцы. Почему? Со слова очевидца, со слов свидетелей нельзя дать официальное заключение. А сейчас мне сказали, что там уже той техники нет. Самые местные жители Украины это все уже развезли. То есть как бы опять я осталась, а ни с чем. В субботу я ездила в часть, подняла вопрос. Я говорю, если Вадим считается как живой, ему же поступает зарплата, я могу эту зарплату получать? Нету доверенности. И комиссариат сказал мне с военкомата, вы должны были заключить с Вадимом доверенность. Я говорю, у нас не было такой необходимости. Зачем мне сыном при живом сыне и вообще заключать какие-то доверенности? Я говорю, у нас не было такого. У нас было просто доверие. Надо ему деньги. Мамуль, дай мне там, кинь. Пожалуйста, вот тебе моя карта. Или когда он получал уже 27 тысяч контрактных, и он каждый месяц там по 5 тысяч мне давал. Соответственно, я их потом ему и возвращала. Подождите, то есть, вот вы говорите, что ему предложили работу в этой части за 90 тысяч. Да. И он не пошел на нее? Ну, он на это подписал. А почему 27 тысяч? Ну, как контрактник он получал 27. То есть вся его зарплата была 27 тысяч по контракту? Вадим, когда ехал, он сказал, что мама, мы едем в командировку, нам обещали платить 40 тысяч. К этим 27, дополнительно еще 40. Я говорю, не надо мне твоих 40. Я не для этого тебя туда отправила, чтобы ты получил профессию. Потому что Вадим закончил школу, и как раз ему исполнилось 18. Ну, я их привезла из Украины, и их спустили всех на год. Потому что, ну, как бы язык, и плюс другая программа. Ну, и так по возрасту получилось, что он пошел. В 18 никуда не поступил. Все время, пока вы ищите своего сына, кто-нибудь из официальных представителей власти или от Министерства обороны, или от воинской части приходило вам выразить какую-то поддержку? Нет. 24 марта я во всей инстанции дала заказными письма лично в руки. Со стоимостью цененой, потому что это документ, это не просто письмо. Предоставьте там информацию о моем сыне. Комиссариат приехал 1 апреля и принес мне уже ответное письмо. Что в нем было написано? У них нет информации о моем сыне. Я говорю, а зачем вы приехали? Можно было точно так же мне письмо дать? Ну, было, да, видно, он извините. Он один извинился, он как бы посочувствовал. Я говорю, я знаю, что я найду его живым. И когда вот я в части была, уже замполит мне сказал, что сверху спустили письма в часть и сказали, чтобы успокойте маму. Я говорю, меня надо успокаивать. А мне ответного никто не дал. И когда я обратилась к Валенте Мельниковой за помощью, говорю, помогите. Я просто слышала о том, что вы помогаете многим. Она позже меня дала запрос на военную прокуратуру, и она вот буквально пару дней назад ей дали ответ. Ну, если так перефразировать, небо голубое, солнце ясное. То есть ни о чем. У них нет информации, никакой подтвержденности, где он, что с ним. Хотя они говорят, что он погиб, но нет никакого подтверждения. Чего очень многие мамы боятся разговаривать о своих детях, которые погибли или в плену? Вот в чатах, где я состою, в том числе и Таманская дивизия, она так сказала, что Путин оценил жизнь моего сына в 5 миллионов. Зачем мне дальше двигаться, там разногольствовать, если я получу эти деньги? А я говорю, а другие дети? А сироты? Там сколько сирот погибло 20-летних? Тихо-тихо. То есть она готова за 5 миллионов молчать? Простить смерть сына? Да. А ты не хочешь помочь другим мамам? Ты не хочешь тем детям помочь? Она говорит, нет. Я говорю, мне не нужны деньги. Я говорю, даже если я допущу эту мысль, вы деньги получите. На сколько вам их хватит? На год, на два, не знаю, куда вы там собираетесь. А дальше как вы будете жить с этими кровавыми деньгами? Дальше как вы будете существовать? Хорошо, если есть могила. Ты будешь бегать туда и плакать каждый день. Не знаю, просить прощения, либо благодарить за эти деньги, что не зря родила сына. А хорошо, если нет могилы. Как ты всю жизнь свою, оставшись до конца своих дней жизни, ты будешь думать об этом? То ты продала сына за 5 миллионов. Потом я общалась еще с одной мамой, сестрой. И она говорит, что тоже. Также ей сказали, не переживайте, мы вам все выплатим. Она говорит, мне не нужны ваши деньги. Дайте мне расписку, заявление. Я подпишу любую бумагу. Я откажусь от любых этих денег. Но дайте мне или тело, или дайте мне живого. То есть, ну, разное такое расхождение. И, скорее всего, умолчать из-за этих денег. Там наша таманская дивизия, им такое, как бы, коллективное обращение. И в этом коллективном обращении 150 мам. То есть у каждого там срочники, контрактники. И с этим обращением они требуют дать ответ и объяснение, на каких основаниях было в Тане, вывезено под запретом. Без ведома родителей, без разрешения. Как мне сказали, ну, это уже не ребенок. Ну, ребенок, ну, для меня он всегда будет ребенком. И я считаю, нужным было сказать родителям тоже. Ладно, там я как бы мне сказала, что они подписывают заявление о неразглашении информации. А я говорю, какая у вас там такая информация запретная? Ну, контрактник, ну, контрактник. Ну, приезжаешь ты там, в карауле отстоял в сутки домой, приезжаешь там два-три дня дома, рядом, всегда рядом. Мне так как бы контрактника было преимущество, что он больше находился дома, нежели там. Потому что мы ему очень много всего перевезли, включая там то, что они форму покупают за счет родителей, нашивки. Вот эти все жетоны, это все покупалось, все сдавалось. И то, что Вадим там получал, он каждый месяц это все пересылал, как он командир. Кому, не знаю. И даже сейчас, когда они ехали на учение в Курск, с контрактника убрали по две тысячи, потому что сломался БТР. И нужно было деньги на ремонт. И я, не знаю, я не понимаю, как это русская армия на то сдать, на то сдать. Сколько мы ему воды туда перевозили. И когда он выходил на 2С, я не знаю, как оно переводится, это 2С. Мы с Ангелиной по две сумки брали ему и возили туда. Он говорит, кухня не просто есть, нельзя пить, воды нет.